Всем привет, это Jasmine и сегодня я расскажу о компактном ноутбуке серии Asus ZenBook 13 с модельным номером UX325E. Собственно, вот он. Если в двух словах, то это компактный рабочий ноутбук с очень ярким и красочным OLED-дисплеем, построенный на процессорах Intel 11-го поколения. На первый, да и на второй взгляд, это настоящий рабочий инструмент бойца корпоративного фронта. Впрочем, надо отметить, что фрилансерам и самозанятым он тоже отлично подойдет. Почему мы так решили? Потому что 325-й, на удивление, компактный, но вместе с тем удобный ноутбук. Он легкий и негабаритный, практически не ощущается в портфеле или рюкзаке и не занимает много места. При этом у него полноразмерная клавиатура, на которую удобно печатать, и огромный для его габаритов тачпад, позволяющий в большинстве случаев обойтись без мыши. Добавим к этому наличие полноразмерного HDMI для подключения к офисным проекторам, возможность зарядки по USB-C и наличие стандартного разъема форм-фактора USB-A, позволяющего быстро перекинуть файлы на классические флешки и обратно. Все это в совокупности делает героя нашего обзора весьма универсальным инструментом. А, чуть не забыл, в тонкую рамку дисплея инженеры Asus умудрились встроить приличную видеокамеру. Мы уже как-то даже отвыкли от них после обзоров игровых моделей, где часто камеру просто не устанавливают. В итоге пазл складывается просто замечательным образом. Во время подготовки обзора я вспомнил свое корпоративное прошлое и понял, что этот ZenBook в принципе закрывает просто все офисные потребности. На нем отлично можно создавать и редактировать документы с презентациями практически на ходу, созваниваться в зуме с приличным звуком, качеством микрофона и картинки, приезжать к клиентам и партнерам и тут же демонстрировать предложение на экране в переговорке, подключаясь по HDMI. Сейчас я, очевидно, отошел немного в сторону от мира больших корпораций, но вполне могу представить, что самозанятому стартаперу или независимому предпринимателю нужны все те же функции, по большому счету. Ну, разве что еще хотелось бы время от времени поиграть во что-нибудь не стыдное. Пользуясь моментом, расскажу о новом веб-сервисе под названием Gestion, созданном командой Jasmine's Hardware. Это развлекательно-познавательный проект с огромной коллекцией вопросов на самые разные темы. Gestion поможет прокачать кругозор в любое время дня и ночи. Сайт только запущен в эфир и работает в тестовом режиме. Вы узнали о нем первыми и команда Jasmine's Hardware рассчитывает на ваш фидбэк. Откройте сайт по линку в описании, посмотрите, как все работает и напишите на почту info.gestion.ru свои мысли. Мы выберем наиболее неравнодушных зрителей и вручим им мерч и приятные призы. Но вернемся к обзору. Ноутбуки серии ZenBook относятся к премиум-сегменту и это явно прослеживается в дизайне и использованных материалах. На цене, конечно, тоже отражается, как без этого. Так вот, наш экземпляр имеет полностью металлический корпус, что, как правило, встречается только в серьезных бизнесовых моделях. Ну и ноутбуках Apple, конечно. Металл имеет анодированное покрытие и приятно холодит щеку. Если приложить верхнюю крышку к лицу, да, мы в редакции так делаем, когда сомневаемся в материале, это привычка еще из двухтысячных. В целом, металл сильно добавляет ноутбуку привлекательность. Помимо того, что металлический корпус в теории меньше изнашивается и просто тактильно приятен на ощупь, он еще и улучшает способности ноутбука к охлаждению. Впрочем, во многом за счет того, что графика в UX325E интегрированная, да и под игры он не заточен, ноутбук практически не греется и не шумит. Например, услышать шум вентиляторов у нас получилось только во время нагрузочных тестов и при накатывании большого количества обновлений Windows. В остальное, время ноутбук работает бесшумно и практически не греется. В своей самой широкой части ноутбук имеет толщину в районе 14 мм, даже чуть меньше. Вес у него при этом 1 кг 150 г при диагонали дисплея в 13 дюймов. На мой взгляд, это оптимальное сочетание габаритов и веса для бизнес-ноутбука. Чуть меньше экран и работать станет сильно менее удобно. Выше вес и портфель или рюкзак уже начнут чувствоваться на ходу. У меня есть тонкий кожаный портфель Луншан, практически папка. Так вот, в него ноутбук отлично помещается, оставляя еще место для блокнота, зарядки, наушников в чехле и еще пара аксессуаров. С таким комплектом можно легко ездить на любые встречи и даже в короткие командировки одним днем, не опасаясь отрастить руки до колен. При этом зарядку можно вообще не брать с собой или ограничиться одной на все гаджеты, включая телефон. Заявленное время автономной работы составляет 13 часов, но при активном использовании интернета и с высокой яркостью экрана можно ожидать часов 8-9. Отличная цифра. Вряд ли ноутбук оставит своего хозяина без заряда в течение рабочего дня. Раз уж упомянули дисплей, надо рассказать и про него. В принципе, он является основной фишкой этой модели. В других линейках серии ZenBook, таких как ZenBook Duo или S, уже применялись у LED-дисплея, но только начиная с модели UX325E, они появились и в обычных ZenBook. У LED-дисплеи отличаются повышенной яркостью и насыщенностью цветов. 13-дюймовый дисплей нашего ноутбука имеет разрешение Full HD. Здесь все довольно стандартно. Больше не нужно, меньше тем более. Видео, конечно, не передаст картинку должным образом, но поверьте на слово. Дисплей у этой модели на высоте. Яркий, четкий, насыщенный, с широкими углами обзора и сочной картинкой. Плюс энергопотребление у OLED должно быть ощутимо ниже, чем у обычных матриц. В общем, дисплей этого ZenBook заслуживает похвалы. Никаких претензий или нареканий к нему нет. Заявлена яркость на уровне 400 кандел, если вам интересна эта цифра. Также есть сертификация Pantone и поддержка HDR. Первое подтверждает, что ноутбук особенно хорошо работает с цветами, но а в HDR при желании можно посмотреть какой-нибудь яркий видеоконтент. В том, что касается диагонали, у нас позиция следующая. На ноутбуке можно выполнять любые задачи, особенно используя его в качестве мобильного рабочего места. Текстовые документы, презентации, гугл-отдоки, таблицы в Excel, наконец, фото и видео. Со всем этим ZenBook 13 легко справятся. Про рабочие звонки мы тоже говорили чуть выше. Конечно, можно столкнуться с ситуацией, когда не хватает размера картинки или экранного пространства. В этом случае можно легко подключить ноутбуку внешний монитор, благо с разъемами у него все в порядке, донглов не понадобится. Во всех остальных случаях ZenBook отлично справляется, причем, что важно, без мыши. Кстати, тачпад у ZenBook 13 непростой. Он называется NumberPad 2.0 и представляет собой совмещение классического тачпада и цифрового блока клавиатуры. В таком режиме под поверхностью тачпада появляется подсветка в виде цифр от 0 до 9 и знаков всех основных арифметических действий, что очень похоже на клавиатуру классического калькулятора. Эту же утилиту можно легко вызвать свайпом по левому краю тачпада сверху вниз. Соответственно, можно быстро переключиться в режим набора цифр для таблицы в Excel или что-то посчитать на калькуляторе. При этом тачпад не теряет основного функционала. Управлять курсором мыши можно в любом режиме. Специальный алгоритм определит, что происходит. Вводятся цифры или нужно передвинуть мышку. Впечатление от такого режима строго положительное. Когда я нахожусь дома или в офисе, под рукой всегда есть калькулятор, чтобы быстро посчитать какие-нибудь проценты налога или итог по смете. А в дороге с обычным ноутбуком пришлось бы лезть в меню, включать калькулятор, набивать цифры мышкой или с помощью верхнего ряда клавиатуры. ZenBook 13 сильно упрощает задачу, при этом обходясь без отдельного цифрового блока. Рассказав о тачпаде, нельзя обойти вниманием и клавиатуру. Она занимает всю ширину внутренней поверхности. Видно, что конструкторы постарались сделать ее как можно менее скученной. Печатать на ней в принципе удобно. Клавиши довольно крупные, упругие, ход относительно длинный. Особенно на фоне современной тенденции уменьшать длину их хода. Есть три уровня подсветки, для тех, кому это важно. В целом клавиатура у ноутбука приятная, но для меня, например, немного слишком пластиковая и вогнутости на клавишах тоже не хватает. Но это черта подавляющего большинства ноутбуков, и было бы реально придиркой списывать очки у ZenBook по этому поводу. Стоит попечатать на клавиатуре в течение пяти минут, и пальцы автоматически переключаются в нужный режим. С первого раза попадают куда надо и вообще чувствуют себя отлично. Во многом этому способствует фирменная технология ErgoLift, которую мы уже не раз отмечали в обзорах. Это когда крышка ноутбука при открытии чуть приподнимает корпус над поверхностью стола, тем самым облегчая печать на клавиатуре и улучшая циркуляцию воздуха под корпусом для охлаждения. Такая конструкция еще и звук улучшает. Вообще я регулярно удивляюсь тому факту, что у бизнес ноутбуков Asus звук лучше, чем у игровых моделей. Видимо, ожидается, что геймеры так или иначе себе достойный звук обеспечат, а вот офисным бойцам качественные колонки в ноутбуке гораздо нужнее. Так получается и с нашей моделью. За акустическую систему отвечают инженеры Хармен Карден, и динамики установлены таким образом, чтобы звук отражался от поверхности стола. Получается весьма неплохо. По крайней мере для созвонов в зуме и просмотра кино встроенный звук подходит отлично. Прислушиваться не приходится. Вот мы шаг за шагом и подобрались к главному – конфигурации и производительности ноутбука. В принципе, стандартная конфигурация за последние годы поменялась мало. Бизнес ноутбуки такого размера чаще всего имеют на борту Core i5 и 8 ГБ оперативной памяти. Меняются только поколения процессоров. Да, еще размер SSD удвоился с 256 до 512 ГБ, что не может не радовать. А в остальном конфигурация очень похожа. И ноутбук 2017 года не слишком отличается по конфигу от модели года 2021. Впрочем, в современной линейке ZenBook 13 поддерживаются процессоры вплоть до Core i7, до 32 ГБ оперативки и накопители объемом до терабайта. В нашем экземпляре характеристики поскромнее. Как раз те самые, о которых я говорил. i5-1135G7 с встроенной графикой Intel XE, 8 ГБ оперативки и накопитель на 512 ГБ. В Microsoft Office бенчмарка пока не встроили. Кстати, зря. Поэтому нагрузочное тестирование мы проводили в хорошо знакомом 3DMark. Там как раз есть тест для систем с встроенной графикой под названием Nightrate. В нем ноутбук показал себя весьма неплохо. В демо-сцене, конечно, довольно простенькой, FPS плясал в районе 60 кадров. Общий результат составил 13 796 баллов. Это чуть выше 30% от всех тестированных систем на встройках. Ради интереса мы запустили и классический Time Spy. Там картинка, ожидаемая и весьма заметно, притормаживала. А количество набранных очков составило всего 1029. В общем и целом, ZenBook 13 получился удачным и сбалансированным. Видны годы опыта инженеров, прошедшие с момента запуска первого ультрабука в линейке. В свое время он наделал немало шума. В плане производительности все ожидаемо. Офисные задачи летают. Можно поиграть в не слишком тяжелые игры Full HD, в том числе и в трехмерные. Отличительная черта именно этой серии, OLED-дисплей, функцию свою выполняет. Радует яркими цветами и насыщенной картинкой. Видео с веб-камеры тоже четкое. Можно использовать инфракрасную подсветку для логинов в Windows при желании. Первый раз у нас на обзоре классический бизнес-ноутбук без второго экрана, тачскрина или внешнего модуля с горячей видеокартой. Тем приятнее дать ему высокую оценку и похвалить за совокупность функционала. Обратите внимание, что в российских магазинах такие ноутбуки только начинают появляться. В версиях EA устанавливается другой дисплей. Если ищете универсальный и легкий ноутбук с хорошим экраном, обязательно присмотритесь к ZenBook. И если решите купить, выбирайте именно версию UX325E. Думаю, в зависимости от конфигурации, такие ноутбуки будут стоить в районе 85 тысяч рублей. Немало, конечно, но и не так много за бизнес-модель, которую легко везде носить с собой, не идя на компромиссы по производительности. Спасибо, что смотрите наши ролики. Если вам нравятся наши обзоры и вы до сих пор не подписались на канал, рекомендую это сделать прямо сейчас. У нас на очереди масса интересных новинок электроники и портативной техники. Так что смело подписывайтесь, жмите на колокольчик, ставьте лайки и пишите комментарии. Благодарю за предоставленный образец, российское представительство компании Asus. На сегодня у нас все, но скоро мы обязательно встретимся снова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok